Что там? Пыть, да, пыть. Итак, друзья, смотрите, какой здесь базар. Пыть, да, пыть, да, пыть. Пыть, да, пыть, да, пыть. Пыть, да, пыть. Пыть, да, пыть, да, пыть, да, пыть. И, друзья, представляете, как здесь пахнет. Но я думаю, что Турция, это на самом деле вот эти ароматы. Это прям вот эти ароматы. И салча. Обалденно вкусная. Я люблю салчу. Кто-то не любит, я люблю. Посмотрим сейчас. И чли, чайкафта. Долма готовая, боже, сарма. Пошли сюда, Миш. Смотрите, какие классные столики. Можно сесть здесь и сидеть, и кушать. Будь здоров. Боже, баратан, халеба. Класс. Вот это мы дело любим. Это мы дело обожаем. Чайкафта. Класс, смотрите, какие вязаные штучки. Супер. Ой, сейчас очень популярная вот такая ткань. Кто знает, как она называется. Смотрите, шортики. Очень классные летом штаники. Месли. Как оно? На русском, не знаю. Прикольные такие цветные. Ткань вообще класс. Видно сразу. Такая хорошая летом. Прям класс. Хотя, может быть, и жарковато будет. Что-то есть какое-то здесь. Ну, прикольно. 200 лир. Это вообще ерунда. Очень дешево. Уже. Раньше было 200 лир. Это ого-го. Но не сейчас. Смотрите. В ерунда. Погналы. Ого-го. А. Скорые крупные. Меха. 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 Если большая очередь, значит, надо срочно туда зайти. Майки. О, классные майки. И стопудово дешево. Раз такая толпа. Это бунэ. Сейчас попробуем. Любим. Хотите сырые, всякие разные, вкуснючие, желтенькие, кружечки, чашечки. Ой, господи, тут можно застрять надолго, но... Маленькие хлебушки. Они прям, тут я не знаю сколько, килограмм под 10, 5 точно, минимум. Огромнейшие. Мётики. Пастиль. Пастила. Мурат, я. Хотите, он сырый. Вкусняшки. Оливки. Мыло. Инжир сушеный. Сал. Оливки. Колбаска. Там еда. Ох, как пахнут розы. Запах прям сюда идёт. Так приятно. У нас, не знаю, градусов 25, наверное, и вот так вот пасмурно. Наверное, будет дождь, потому что парит походу. Ощущение, как в баньке. Сейчас раннее утро ещё. Мы уже на прогулке перед сном. Потом будет прогулка после сна. В общем, вот такие у нас будни. Девочки, это же просто рай. Рай для любителей роз. Для моей мамы. Пойдём дома, дома. Я тебя дам с пакета. Пойдём домой. Пойдём дома, достану всё тебе. Посмотрите, а как здесь пахнет. Особенно утром, когда я хожу на свою пробежку. Этот аромат, он везде и повсюду. Смотрите, разного цвета. Здесь такие, там дальше посветлее, вот там дальше. Потом и розовые, и бордовые, и кирпичные, и белые, и жёлтые. Просто невероятно красиво. Здесь наше любимое... Ой, Миша, прости, на ногу наступила. Здесь наше любимое кафе. Оно государственное, но там очень вкусно всё. И, кстати, очень качественные продукты. Хотя есть люди, которые предпочитают ходить в частные, потому что якобы там лучше. На самом деле нет. Это мы знаем не понаслышке. Вот. И здесь классно, потому что можно сидеть в открытом месте. И музычка, и чай вкусный. Несмотря на то, что вода из-под крана. Есть тут у нас принцессы, которые не пьют воду из-под крана. Давай, посмотри. Миша, давай, давай, мой хороший, давай, давай, шапочку. Вы посмотрите на эту красоту. Они прям как пионы, как что-то неимоверное. Неслась, неслась сюда. Очень красиво. Ладно. Давай, потопали, потопали. Пойдём, пойдём, пойдём. Папа ждёт. Папа ждёт. Только таким образом ребёнка могу заманить домой. Что папа дома ждёт, представляете? Миша, что ты будешь делать летом без папы в Белоруссии? Спать уже хочет, поэтому уже капризный. Ох, как пахнет, боже. Всё, выключаюсь, потому что мне неудобно. Я тут пару килограммов лукума тащу. Что там? Птичка там. Да. Всё, они летят домой, полетят к деткам. Итак, друзья, вы спрашивали, что я везу. Вот, это пешмане. Везу разные виды. Самый мой любимый вот шоколад. В шоколаде. Потом вот такой вот супок. Натуральный, без сахара. Это грецкие орехи в таком фруктовом, так сказать. Ну, как пастила. Да, натуральный. Потом разные виды оливок, маслины. Мои самые любимые. Обожаю вот эти. Смотрите, это муж всё. Я думала их уже не везти, но муж всё притащил. Потом кофеёчек, естественно, турецкий. Тут ароматизированный кофе, интересно. Тут тоже мой любимый кофеёк. Потом, конечно же, лукум. Всякие разные. Есть такие коробочки. А есть вот прям вот на развес. Всякие разные. Потом здесь тоже. Даже не знаю, как назвать это по-русски. Ну, короче. Огромная пачка кофе ещё. И сыры. Это наш любимый козий сыр. С чёрным кунжутом. Тмином, по-моему. Или как называть. Не, не тмин. Ну, короче, чёрный кунжут. И вот ещё. Пару штук. Обожаем эти сыры. И захотелось отвезти домой. Вот. Это то, что поедет в Беларуси. И я думаю, что это ещё не всё. Потому что ещё нужно купить халву. Ещё нужно купить... Не знаю. Посмотрим, если получится. Хотел ещё этот... Как его? Тахин. И пексамет. Пекмес. Пекмес. Не знаю. Может ещё что-нибудь добавить. Сейчас просто... Пока в голову не приходит. Вот как-то так, друзья. Всё. Будем это сейчас всё укладывать. Ура! Мераба! Сегодня приготовлю для вас котлеты из чечевицы. Для этого нам понадобится 2 стакана чечевицы красной. 1 стакан булгура мелкого помола. Куру соу. Луковица большая. Пучок петрушки и зелёный свежий лук. Салтча, доматес, пибер салтчаса. Где-то по половинке столовой ложки томатной пасты. Но здесь концентрированная томатная паста и из перца паста. Вы можете использовать другую, но добавить придётся немножко погольше. Соль, чёрный перец и сладкая паприка. И лимон. И лимон. И лимон. 3 стакана воды. Много воды не нужно. Солим по вкусу. И лимон. И будем отваривать. Мерцемель мы взял. 3,5 стакана воды добавили. 3,5 стакана воды добавили. Булгур. 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 В то время, когда мы нарежем сейчас луковицу. Так тоненько. Луковица очень большая. Поэтому если у вас такой нету, то значит это 2 или 3. Собираться этими отваржиасами. Наливаем оливковое масло и будем пассеровать в луковицу. Так лук готов, смотрите, жёлтенький, прозрачный. И добавляем сейчас томатную пасту и пасту из перца. 2 минуты. 2 минуты. 2 минуты. Где-то будем вместе все это пассеровать и всё. Всё. Выключаем. Капатим. Сейчас буду нарезать петрушку. Достаточно мелко. Нарезаем петрушку. Угу. 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 Выкладываем в такой вот тазик и быстрее будет остывать и удобнее вымешивать. Угу. 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 будем ждать немножко пускай остынет потому что надо будет потому что будем руками вмешивать как тесто замешивать черный перец по вкусу если любите остренькое добавляйте острый перец также еще к сладкую паприку мама добавила лимон и сок лимона первым лимон половинки зелень будем добавляю сейчас сюда зелень добавляю сейчас сюда зелен видите сколько много зелени на самом деле можно немножко добавить оливковое масло чтобы были более такие сочные очень вкусный сангель и сейчас уже можно будет формировать вот так вот видите вот так вот видите хотите просто же вкуснота с лимончиком со специями еще когда они острые я обожаю но так как дети у нас едят их мы острые не добавляем и и парча и старца населя аджи бибер кое билирсы дыма ирс а ирса мы на половинку сделаем добавим острого так добавили красного острого перца и сейчас следующая часть будет с остреньким перчиком вот она сладкий это сладкий а там мама делает уже остренькие до упала надо повесить красиво вот так молодец ай умница да повесил красиво кто это кто это баба мама и мы здесь снимаем попиваем чаек приятного аппетита смотрите какой красивый и все друзья готово это остренькие смотрите как красиво клай выкладываете на листики салатом добавляете вот так красиво лимончики все вуаля просто экономно а вкусно так что мама не горюй я вам честно говорю обязательно попробуйте если вы еще не пробовали да миша да они не залык да приятного вам аппетита здоровые счастливые дни чтобы вы готовили и кушали вот такую вкусноту все на этом девчонки завершаю обязательно подпишитесь на канал потому что здесь очень много вкусных простых экономных и быстрых турецких и не только рецептов от моей любимой мамы также готовит муж также иногда я готовлю в общем здесь очень много всего интересного обязательно зайдите посмотрите в разделах там просто больше тысячи представьте больше тысячи рецептов обязательно заходите также если вы не знаете что я психолог да я психолог 20 лет кстати да заходите на мой второй канал я оставлю ссылочку внизу там я рассказываю очень полезные вещи о психологии о том как развалить какие-то проблемы в отношениях с детьми и так далее и заходите в телеграм-канал ведь скоро мы улетаем в беларусь и в телеграм-канале будут ежедневные и фотографии и видео именно с беларуси там быстрее всего если хотите быстрого быстро связи коннекта сама со мной с моей семьей то будьте в телеграм я вас там жду ссылочку оставлю внизу все до встречи уже в беларуси